Знакома, у тебя теперь стало сколько угодно времени, чтобы лелеять свое одиночество, падать с крыши в сад, где нет никого, кроме жуков да немыслимых гуснец. Но потом, с помощью громотвода, я все-таки добралась до чердачного окна, но оно оказалось закрытым, только тряпка торчалась. Хорошо, что это была новая тряпка, из-за нее потянуло и окно открылось. Не нужно беречь старые и ветхие тряпкие вещи. Да, да, я больше никогда не буду ничего беречь, я стану дрожжикой. Да и порядок набудешь слишком часто. А я вообще убирать перестану, я не буду больше такой чистоблюнкой. Так хочется есть. А я это люблю готовить. Мне так нравится расставлять на пловко ряды маленьких, красивеньких, пазочных и мешочков. Да. А нравится употреблять остатки еды. Будем готовить ракету, чтобы никто их не был. Да, ты готовишь очень экономно. Так в чем же дело? Представь, как ты ударишь большой вонг, что висит у нас на веранде. Дин-дон прозвучит по всей долине. Все прибегут с радостными возгласами. Еда готова. Что у нас сегодня на обед? Да чего же есть охота? Я хочу стать другой. Возле не филифьенкой. Филифьенка может быть только филифьенкой и никем другим. Но ты можешь стать другой филифьенкой. Какой другой? Ой, ты уже взрослая. Ты можешь заботиться о ком-то и стать для кого-то мамой. Мамой? Мама? 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 Осень сильно изменила сад. Сделала его заброшенным и незнакомым. Я понял это, когда помогал Хемулю убирать листву. Когда филифьенка открыла дверь в чулан, я испугался. А потом понял, бояться нечего. От нее самой пахнет страхом. Я посмотрел на ее сапожки и догадался, что они ей тесны. А мимо странное. Мне кажется, что она никогда не жалеет тех, с кем встречается. И никогда не вмешивается в ссоры и передряги. Она только наблюдает за ними со стороны. С удивлением и не без удовольствия. А тонкий вскруто пахнет старостью. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok